Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Роман Соколов, я технический эксперт компании Сингента. В данный момент на полях ведутся подготовки к посевной, обработка почвы. Я хотел вам рассказать про основных вредителей всхода. Хребная жужелица, цикл ее развития начинается и заканчивается, так сказать, весной, когда жук выходит из куколки, допитывается на колоссовых зерновых, грубо объедая колосси и зерновки. Фаза совпадает с фазой молочная-молочно-восковая спелость. Далее жук уходит в летнюю диапаузу. Ближе к осени, конец августа, начало сентября жук выходит из диапаузы и приступает к размножению. Делает кладку яиц на глубине от 3 до 7 сантиметров. И далее, по мере всходов озимой пшеницы, личинки жука отрождаются и начинают повреждать всходы озимых культур. Грубо объедая листья, оставляя только прожилки. Визуально это выглядит, как измочаливание листьев. Личинки выедают растения. Дальше они передвигаются по поверхности, образуя новые норки и уничтожают дальше растения, полю. При большой численности вредителя посевы могут полностью погибнуть. Экономический порог вредоносности является от 2 до 4 личинок стадии всходов и до 6-8 стадии кущения. Наиболее эффективный способ борьбы с данным вредителем – это обработка семян инсектицидными протравителями. Этот способ позволяет контролировать вредителей на стадии всходов без, можно сказать, визуального контроля. То есть посеяли и забыли. Обычно такие посевы, которые обработаны инсектицидными протравителями, высевают по колоссовым предшественникам. Но учтите следующий момент. Если посев по парам, по гороху и по другим культурам не колоссовым граничит с посевом, на котором в предыдущий год были зерновые, вы не застрахованы от данного вредителя. Они свободно передвигаются через дорогу, перелетают жуки изначально, дальше передвигаются на расстоянии до полукилометра. И личинки также могут передвигаться с поля на поле и повредить ваши посевы. В этом случае понадобится фолярная обработка. Защищать нужно хорошими препаратами, которые будут держать как минимум недели 2-3. Личинка пшеничной мухи начинает двигаться вниз, повреждая ткани и точку роста. Растения, которые не успели к этому моменту образовать узел ухудшения, погибают. Экономический порог – это 20 мух на 100 взмахов с очком. Летает достаточно далеко и прилетит соседнего из другого поля. Поэтому здесь нужны системные препараты, которые будут влиять именно на личинку. Ловушка порткатон. Два стаканчика, один в другой вставляется, наливается вода. И каждое утро агроном должен ездить к этому месту и проверять и подсчитывать мух. Экономический порог – 4-8 мух на одну ловушку. Экономический порог может составлять от 20 до 80%. То есть, если растения, как я ранее сказал, не успели сформировать узел ухудшения, они погибают. И, соответственно, может полностью погибнуть побеги. Побеги боковые, которые повреждаются мухой, по-большому уже никак не влияют на урожай. Эффективные меры борьбы, опять-таки, это простравка семян. То есть, препараты держат достаточно длительный период. Мы успеваем уйти от основной волны данного вредителя. Также это можно фолиарно. Препараты, опять-таки, должны быть системные, которые убьют личинку. Муху в этот момент мы никак не можем повлиять. Летает достаточно далеко и прилетит соседнего из другого поля. Поэтому здесь нужны системные препараты, которые будут влиять именно на личинку. Рост Сельмаш. Агротехника профессионалов.